Оставилось очередное заседание Совета по этике. На нем рассмотрены семь вопросов. Заслушаны результаты проведенного анализа по выявленным нарушениям законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией. Уполномоченный по этике аппарат Аким области доложил о соблюдении этических норм сотрудниками госучреждений. С начала года в области рассмотрены дисциплинарные дела в отношении пяти госслужащих. На одной из них было приостановлено, а по остальным фактам виновные привлечены к ответственности. По результатам проведенного анализа установлено, что сотрудники Акиматов Акжаикского, Бурлинского, Жангалинского и Сырымского районов были членами и учредителями сельскохозяйственных производственных кооперативов. Как известно, по закону они являются коммерческими организациями, соответственно, на основании действующей инструкции указанные лица исключены из кооператива и привлечены к дисциплинарной ответственности за несоблюдение существующих ограничений. Кроме того, государственные служащие Акиматов, Каратубинского и Косталовского районов занимались предпринимательской деятельностью, что запрещено законом. Главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и строительства Каратубинского района, руководители такого же отдела в Косталовском районе, привлечены к ответственности за факт допущения нарушений, предусмотренного 154-й статьей Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, выявлены нарушения закона в части коррупции. Урал-Халасовский район был в большинстве. Было выявлено три факта коррупционных действий. Это доказанный в суде факт получения взятки сотрудникам отдела архитектуры и градостроительства. В связи с этим к ответственности был привлечен его непосредственный руководитель, заместитель Акима города Уральск. Кроме того, два факта касаются сотрудников полиции. Дисциплинарным взысканием подверглись и их непосредственные руководители, несколько лиц, занимающих ответственные должности.